Всем привет! Сегодня хочу показать вам свои покупочки с рождественских ярмарок. Непал, конечно же, индуистская страна, но христиане здесь есть, пусть они в большом количестве, плюс много иностранцев живет, поэтому ждество как бы отмечается. Ёлки тоже наряжаются в определенных местах, в основном в супермаркетах больших и в гостиницах. Некоторые магазины тоже украшаются, и устраиваются предрождественские ярмарки. Что я люблю насчет этих ярмарок, это что очень много разного товара собирается в одном месте, и в общем-то не надо куда-то бегать по всему городу, по разным магазинам, что-то там искать, а пришел и в одном месте, и вот вам разнообразие выбора, все, что душа пожелает. Ну и покажу сегодня, что я купила, надеюсь, будет кому-то интересно. Вот, и начнем вот с этого вот шарфика, он такой зимней тематики, с такими вот оленями. Что мне понравилось, он двусторонний. Вот на этой стороне мы видим темно-синий фон и такие, ну скажем, белые олени и узор. А с обратной стороны мы видим ровно наоборот, но выглядит, не скажу, что это изнанка, да, выглядят обе стороны, выглядят лицевыми, что мне вообще-то и понравилось. Потому что с шарфами, когда изнаночная сторона выглядит как изнанка, ну некрасиво, он переворачивается, вот, стоил вообще копейки этот шарф. Второе, вот, вот этот вот свитер, я не могу его показать, потому что он на мне. Ну, он такой классный, ручной вязки, толстый такой и шерстяной. Я купила его дома носить, потому что здесь в домах холодает зимой очень сильно. И вот такой вот толстый и шерстяной свитер, это самое то. Потом купила вот такую вот повязку вязанную на голову. Понравилось мне вот этот вот узорчик и тип в таком же стиле. Вязки я купила еще один шарф, вот такой вот он. Тоже, нитка довольно толстая, да, ну вот, сам такой дырчатый, но красиво. Мне понравилась вязка. Это вот что из одежды я купила. Дальше, вот такой вот олень. Это из фетра сделан, тоже, опять же, поделка или как-то назвать. Вручную сделано. Тут есть организации, которые там помогают каким-то женщинам, у которых проблемы. И вот они там шьют всякое такое. Это я купила поделку поставить. У меня есть уже снеговик, ну, Санта-Клаус, он же Дед Мороз. И думаю, ну, пускай будет такой вот олень еще. Довольно симпатичный, он аккуратненько сделан. Ну, пусть поделка у меня постоит. Дальше, вот такая вот сумка тоже, как бы вязаная или плетеная, можно сказать. Не знаю, тут вроде как вязка, а здесь, конечно же, это плетение. Вот, мне понравился цвет, но она такая, под определенный лук, конечно, под все ее возьмешь. Вот, ну, довольно симпатично, аккуратно сделано. Опять же, вот, мне тут пригодится в Непале ходить. Дальше купила я такие вот, какие-то вот открытки. Да, тоже бумага, вот, непальская, местная такая, как-то они вручную делают. И плюс здесь принт на ткани и приклеен к этой вот бумаге. Рождественский сюжет, вот еще одна такая вот. Дальше купила две акварельки. Очень мне понравились. Работает и художница, Алина какая-то. Вот, ну, это местные красавицы. И, в общем, мне понравилось, как нарисовано, как они вынесли. У нее был большой выбор, в общем-то, разных этих лиц. Ну, всех не купишь, потому что дорого обойдется. Потом вот такая вот акварель тоже. Непальский пейзаж. Мне очень понравилась такая атмосфера. Выглядит так классно. Вот, и следующая из этой же области, арт. Вот, купила вот такую арт-книгу. Это тибетский художник. Он довольно известный. Ну, он живет в Непале. Ну, по фамилии я просто смотрю, что он тибетского происхождения. Тензин Норбу. Вот, и это его собранная работа. Здесь мне понравился стиль. Такой интересный. Вот, можно рассматривать эти работы. Вот, и так люблю собирать вот всякие такие арт-буки. Вот. Поэтому взяла эту книгу. Ну, а следующий час, это моя любимая часть. Никогда я не ухожу с рождественской ярмарки без какого-то количества украшений. Вообще, это такая слабость к украшениям. И поэтому мне очень трудно удержаться. Всегда, когда я вижу какие-то новые дизайны, что-то такое интересное, всегда покупаю. И вот, первая моя покупочка, такие бусы. Бирюза и вот на леске. Они сделаны. Я их уже в упаковке достала, чтобы они не путались. Мне сказали, что их лучше хранить в висячем положении. Ну, очень такие симпатичные. Налито. Какой-нибудь белый блузки или платье. Очень красиво будет смотреться. Следующий, это тоже. Не знаю, это не бусы, а жерелы. Не знаю, по-русски. Неклый, по-английски. Вот, это сделано из бисера. И вот такая красивая работа. Здесь вообще столько можно найти дизайнов украшений из бисера. Вот именно жерель и каких-то. У меня тоже уже приличное количество. Они все разные, все красивые. И вот, опять же, новое. Увидел, похож на вязаный воротничок. Как вот у нас крючком вяжут. Но это вот из бисера. Тут белый и серебристый бисер. И вот так вот. И причем недорого здесь это стоит. Ну, вот это жерелье. Ну, примерно 15 долларов мне обошлось. Следующее. Это бижутерные серьги. Ну, симпатичные. Вот такие совушки. Покажу поближе. Вот они. Чуть-чуть тяжеловатые они на ушах, конечно. Ну, и не драматично, в принципе. Если целый день не носить, то нормально. Последствий не будет. Дальше от одной фирмы я купила аж целых три украшения. Мне понравились такие маленькие, миленькие коробочки. Тоже вот вручную. Они сделаны из этой вот местной бумаги. Вот и здесь такой буддийский узорчик. Так. Ну, вот первое кольцо. Я вообще питаю особую слабость кольца. У меня их просто очень много, признаюсь. Вот такое вот кольцо. Это серебро. Да. Вот здесь в середке это гонконгская монета. Вот. А камни это самоцветы. Ну, я так подозреваю. Это циркон. И турмалин, скорее всего. Ну, и вот так оно на пальце будет выглядеть. Тоже такой этнический стиль немного. Следующие два колечка попроще такие вот. Это такая вот черепашка. Тоже серебро. Вот так оно на пальце смотрится. Симпатично. Вообще, Непал, Индия, это такие вот страны, где очень хорошо покупать в крошек. Ну, вот и серебра, и с самоцветами особенно. Потому что здесь очень большой выбор и недорого. И вот это мне кольцо понравилось. Такой немного средневековый стиль. Вот так. Здесь циркон и изумруды. Ну, это изумруды, конечно же, такого качества. Не самого лучшего. Поэтому они недорогие. Ну, и последнее украшение. Тоже это вот. Тоже интересный коробчик самодельный. Вот нравится мне их упаковка. Все самодельное такое вот. Все из таких материалов. Ну, это украшение этническое. И, конечно же, не на каждый день. Оно подойдет к определенным лукам. Да? Ну, я скорее покупаю как вот для коллекции этнических украшений. Вот. Это... Здесь, конечно, очевидно. Это Будда. Но это не такой вот Будда, который общеизвестный. Это скорее, как она называется, Бодхисаттва. Вот. Местная такая вот интерпретация. Видите, у него четыре руки. Да? Вот эта вот маска. Вернее, корона на голове. Очень-очень детальная работа. Вот даже у него серьги видны. Вот. Так все сделала. Это серебро и покрыто... Как он мне объяснил, сепией. Я не очень-то знаю, что это такое. Еще не прогуглила. Вот. Ну, и самоцветами тоже украшено. Интересная такая работа. Очень мне нравятся все эти тонкости и детали. Просто вот обожаю собирать такие вещички. И на рождественской ярмарке всегда что-нибудь такое интересное найдешь. Ну, вот такие вот были у меня покупочки к празднику. Вот. Всегда настроение улучшается, когда вот так вот походишь по таким местам, чего-то закупишься. Вот. Ну, на сегодня все. Тогда спасибо, что оставались со мной. До следующего раза. Пока!